Бросили, бросили. Так, мы пришли сюда с великой миссией рассказать, что делается в мире и что их за это ожидает. Согласен. Гара небесная. Да. И самая радостная весть, какая есть на земле. Иисус Христос, прибитый к кресту, умер за грехи людей, в третий день воскрес, и дарует прощение, какой бы ты ни был. Только обещай никогда этого не делать и выполни. И можно жить по-другому. Не надо... А что обещать не делать? То, что не делал, греши, покайся. Ну, там грехов очень много. Ну, знаете, греха, греха. Кто-то страну погубил, кто-то разворовал, кто-то аборт делал. Каждому Бог обращается. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. То, что сейчас в Китае столько людей гибнет, это кара? Я считаю... Я не считаю, я просто знаю и говорю. Я проповедник. Ну, вы как считаете, ваше личное мнение? То, что сейчас в Китае происходит... Ничего там не происходит. Все это... Сколько лет там Милий спит, спит. Они еще не разобрались, ничего нету. Это огромная афера. Сказали, бешенство коров. Снайперы были и перестреляли коров всех в Швейцарии. К чему? Англия вышла на арену со своими коровами. А разобрались, ничего нету. Птичий гриб. Я живу на Алтае. У нас 400 охотников. Осенью послали, чтобы по одной утке принесли хотя бы. Разобрала лаборатория. Ни одного заразного нету. Ни одной утки нету. А говорили, от них идет чума какая-то. Это обман. Афера. Вы с Алтая? Я Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. А как вы попали сюда? Я попал сюда так, что у меня знакомый близкий, духовный брат Сергей Козлов из Краснодара. Он 17 лет лежал парализованный. Здоровый мужчина. Два метра почти было. 30-летним в возрасте. Купался, прыгнул. А там бревно проплывало. Его не было. И он ударился головой. Семь позвонков у него разбило. И он умер. А перед этим два ролика составил в рулетке. Я посмотрел, какое безобразие тут творят, что люди. Я тогда помолился. Говорю, Господи, дай талант Сергея мне. Я сюда зайду. Я уже семь месяцев здесь. Примерно 650 человек. Здесь же разврат и похоть. Да, мы за этим и пришли сюда. Чтобы сказать людям, что ожидает их за это. А это не грех то, что вы здесь? Господь послал. Мне не надо рассуждать. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Пойдет в огонь вечный с дьяволом. Я это людям говорю. А вы верите в реинкарнацию души? Это индийское заблуждение. Написано, однажды Христос пришел. А однажды дается жизнь. И однажды на суд Божий предстанем. Не дважды. Поэтому это обман. Никакой... Нет реинкарнации. Не будешь ты ни мухой, ни собакой. Сразу в ад пойдешь. А потом Бог воскресит на суде Божьем. А почему сразу живат? Другого нет, если ты не верующий был. Обмирали люди, которые видели это все. У нас в Барнауле Клавдия Устюжанина. Ее на операции... Была она, умерла. Три дня почти лежала в морге. Пришла к ней вызов, что она умерла. Справка есть. И она воскресла. Ее препарировали студенты, резали. Все так и осталось. Мертвая. И когда заново проверили, у нее и рака нет. Это, скорее всего, была клиническая смерть. Ну, вы рассуждаете как угодно. Я два раза с ней встречался. Ну, это была клиническая смерть, скорее всего. Клиническая не бывает больше пяти минут. Мозг отмирает. А она была три дня. Что вы городите-то? Клиническая смерть пять минут. Дальше отмирание невозвратное. Все. Уже никогда... Это значит чудо Господнее. А? Это значит чудо Господнее. Да, Господь так сделал, показал. Ну, мы верим. Иисус Христос три дня был во гробе, воскрес. Пасха. Христос воскрес, говорим. Ну, знаете, Пасх. Ну, вот видите как. Вот мы строим православную деревню. Единственную. А погублено 31 тысяча в Российской Федерации. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А вы пост держите? Что? Вы поститесь? Посты все соблюдаем строжайше. Наши общины единственные такие. Вот вы зайдете, у меня есть видеоканал здесь. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Самый большой на весь интернет. 20 800 роликов у нас. А вы в Алтайе раньше были охотником? Ну, не был я охотником-то. Ну, ружье было. Я стрелял с детства, готовился быть террористом. Коммунистам отплатить за все, что они делают. Ну, как терроризм это нельзя? Нельзя я был. Я же Евангелие не знал, не видел. Я Евангелие-то получил в 23 года. Не убей ближнего своего. Вот. И Господь сказал, тебя будут убивать, а не ты. Я прошел, за слово Божие, пять тюрем и лагерь. Первый в стране я издал. Архипелаг ГУЛАГ насчитал Солженицына. Ну, а после рая, то есть вы не верите, да, то, что человек может заслужить в раю возрождение души? Да, так написано. Евангелие от Луки, 16-я голова. Богач в огне горит. Ему сказано было. Он просил, в конец перста лазарь пусть омочит, язык прохладит. А пропасть между нами и вами, говорит, не переходит. Окончательная участь. И зачем вам туда идти, когда спасение даром Бог дает? Даром. Если человек дает в рай, если он своими поступками за жизнь заслужил возрождение души... Разбойник на кресте со Христом. Два разбойника были распяты. Один хулил, а другой говорит, помяни меня в царстве твоем. Я виновен. Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Зашла женщина, блудница, блудящая, ну, проститутка. И она пала, я грешница, плащет слезы на ноги Христа, льется, она волосами отирает. Он говорит, иди, много тебе прощается, то, что много возлюбила. Больше никогда не возвращайся. Иди, и впредь не греши. Ну, а как вам, Болтая, много вас любили слушать? Сколько подписчиков? Да? 45 тысяч. А просмотров 45 миллионов. А как канал называется? Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Зарядите. Такого нет у канала нигде, во всем интернете. Всесторонне все. Как я в университетах преподавал, как мы миссионерская поездка, 120 тысяч километров прошли. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Да, да, сейчас, секунду. Ну, 45 тысяч подписчиков. Вот если вы 45 миллионов просмотров, общие. Так у меня огромный сайт, равных ему нету. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Там государственные фильмы на сайте. Точно так же, во свете Библии. Через Гугл. Государственные фильмы, она снятая, заняли первое место на международном киноконкурсе. Нас называли «Искорка, возрождающаяся Россия». Мне Бог позволил создать детский лагерь. И я начальник его 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. У нас главный лозунг «Россия должна встать». Россия – это мы. Это ловят, ищут алименщика. Нет, ему смотрят в глаза, а не в рот. Ну, глаза-то не одни. Бог сотворил, у человека есть и рот, и борода. Да ну, неудобно мне так сидеть. Ну, сядьте уж, неудобно. Сколько вам лет-то? Вы же помоложе меня. Да нет, небось помоложе, небось помоложе. А я никогда бы не позволил себе, чтобы на глазах людей пить. Уж я не говорю, курить мы не курим. Все время пьют и пьют здесь. Воду или что. Говорят, зачем вы пьете-то? Не знаю. Я говорю, в пяти университетах я вел работу. За 18 лет на капитру не позволил стакан поставить. А вы что такое хлюпики-то? Вы же не в пустыне. А почему пьете? А я отвечу. Потому что здесь садом и гаморра разврат. А эти люди готовы для ада, для вечного мучения. И они пытаются огонь залить, который потом будет. Не получится. Дедушка, извините, а как у вас по батюшке? Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. 81-й год. Игнатий Тихонович, ну не поверите, я сейчас пью. То бишь, выпиваю. А зачем? А чтоб жизнь краше была. Нет. Вы жизни настоящей не увидите в пьяном виде, в этом тумане. Надо жить трезво. Каждый день молиться, Богу славу высылать. Жить для Бога. Вот мы знаем, в Российской Федерации уничтожено полностью. 31 тысяча сел. Больших, малых. Мы взяли землю, зарегистрировались в краевом отделе юстиции и начали строить православную деревню, где нельзя пить, курить, пить, курить нельзя. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Алтайский край. И мы не думали, что так получится. Все получилось. Построили храм, школа своими руками. Дороги сами делают. От Путина, от других там мы не ждем ничего. Ни копейки не получили. Дороги сами выправляем. Шесть прудов восстановили. Дети учатся в школе. И интернет все есть. Без помощи государства. Вот и пожалуйста. Я уничтожил слово «проблема». Его нету. А почему? Нерешенный вопрос. Детей, 3 миллиона беспризорных. Министр внутренних дел Нургалеев сказал. Я говорю, ну и что дальше? Проблема. Какая проблема-то? Нерешенный вопрос. Его решать надо. Мне Господь позволил образовать детский лагерь. Я начальник. И 48 лет. Полвека. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Ни одного не утопили. Наркоманы, которые дети были, все выздоровели. Ни один не раненый, ни обожженный. Мало того, так они вырастают. Уже со своими детьми приезжали. Любой вопрос решать надо с молитвой. Народ необразованный. Ну и что необразованный? А ты что сделал? Я говорю, я одновременно веду занятия 5 университетов, 13 школ, 7 отделов милиции, все воинские части, заводы и паблики, 3 радиопрограммы ежедневно, радиотелевидение. Бесплатно, ни рубля нигде не получаю. Температура изменилась в целом края. Миллионы людей слышат. Сейчас у меня здесь в Ютубе канал. Больше нашего канала даже близко нигде нет в интернете. 20 800 роликов наших. Наша миссионерская поездка, 120 километров до Владивостока, до Лиссабона, Португалии, Скандинавии, Прибалтика. И везде я дарил 38 томов книг. Вот сегодня только увезли посылка в Америку. 38 томов, которые мне Бог Господь подарил. А то ничего нельзя сделать. Ну, а я выпью еще, я буду шататься ходить. Надо радоваться этой жизни коротенькой. Благодарить Бога, что есть что делать. Попить надо, я знаю. Это 16 глава Евангелия от Луки об этом говорит. И в Аде, в Аду, будучи в муках, богач поднял глаза свои и увидел лазер на лоне его Авраама. И говорит, я мучаюсь в огне всем. А мочи конец перстай, прохлади язык мой. Вот почему люди тут голые, анонизмом занимаются, совокупляются. Женщины сиськами трясут. Больше грязного места нет в интернете. Но мы здесь, я вот нашел уже примерно 650 человек. 650, которые пожелали слышать. Желают изменить образ жизни. Тут много мусульман. Мусульман, я всем показываю, как мы живем. Надо жить так, как Господь повелевает. А если мусульмане здесь, их много. Это для них вот другая книга. Я по ней беседую с ними. Это не книга. Книга? Для них это не книга. Это книга, книга. Для них это так. Так и написано книга. Ну для них, как бы считается, но для них это не книга. А что это такое? Это, как сказать, туалетная бумажка. Как это вот так? То, что напечатали в Советском Союзе, либо в России, либо еще раньше при Российском царстве, и называется вот это Коран. Для них это не книга. Так как? У них свое чтение и свои книги. Так я достал-то где? В Йемене. В Йеменском языке. Там не должно быть слова Коран. А другого нету. Бог так создал. И они так и говорят. И там написано. Это не книга. Ну хорошо. Вы его прочитали, содержание, знаете? Зачем спорить это? У меня книга написана по отношению его. У нас, говорит, разницы немного. Я говорю, разница у нас между Библией и вашей книгой 5216. Лет. 5216 разночтений. А вообще лет, по сути. И наша Библия, она тоже переписана уже много раз. Ну и что? Переписан Коран. Переписан индийский Харе Кришни. Она все переписана. Какой еврейский Харе Кришни? Бог един. У евреев-то какая Харе Кришни? Это вы буддистов припутали. У евреев... Тора. Тора у них. Я не знаю, кто у них Бог. Харе Кришни. Ни одна буква. Ни одна буква не изменена за 5000 лет. А вы говорите. Изменено все. Ничего не изменено. Ни одна буква. Ни одна буква. Бог един. У нас Бог один. Просто каждый народ его переизбрал по-своему. Ну ладно, все, понятно. Понабрал по-своему. Ну ладно, ладно. Мало еще на набуровать человек по пьянке-то. Ну, некогда. Ущица была, выпивал. Я понимаю. Успокойтесь. А то инфаркт хватит. Ну с Богом. Раз не хотите еще знать. Да не надо, не надо. Так вы там и умрете. Так вы умрете. Так вы умрете.